Друзья, хочу познакомить вас с каналом Игуркин. Автор, геймер с большим стажем, снимает в основном стратегии, а также игры других жанров. Гуркин быстро разбирается в играх и помогает всем, кто еще не успел этого сделать. Сейчас, например, в процессе активного освоения находится Total War Arena. Стримы на канале проходят каждый день, так что переходи по ссылке в описании, оценивай и подписывайся, если понравится. Привет, друзья, мы микрофон Антик, мы продолжаем играть в Казаки 3. И у нас сегодня рейтинговая игра 2 на 2, 15 ПТ, 5000 ресурсов. И играем мы за Пруссию. Пруссия та самая нация, у которой есть черные гусары смерти в 18 веке. И я думаю, мы сегодня попробуем как раз тактику выхода в быстрый, не быстрый, но в 18 век. Так, склад мы, как обычно, удаляем. Надо сказать, что выйдем мы в 18 век уже, наверное, после 10 минут игры, не будем строить третью казарму. И там уже посмотрим, что как по ситуации. Так, меняем ресы, чтобы построить три ГЦ. Хорош. Я думаю, играть мы будем через оборону. То есть я уже представляю, что мы, скорее всего, не успеем прокачать стрелков полностью. То есть на скорострельность, на силу выстрела и так далее. Видимо, будем слить пока от обороны, играть. Вот, и пытаться выжить. Но потом уже, когда выйдем в конюшни, возможно, будет полегче. Короче говоря, очень спорный, на самом деле, момент выхода 18 век на 15 ПТ. На 10 ПТ это, в принципе, бесполезно. На 20 ПТ это возможно и эффективно. А вот 15 ПТ это такая очень интересная опция. Мне пока что ничего не понятно. Так, а что мне надо сделать-то? Я забыл про кузницу, да, пока болтаем? Что уж совсем. Так, ну зато шахту я все занял, это хорошо. Этих ребят надо сюда достройку уже. Косячу маленькую, косячу потихонечку. Бывает. Так, ладно, две казармы ставим. В любом случае надо две казармы ставить, потому что нам чем-то надо обороняться после окончания времени мира. Так бы можно было, конечно, одну поставить, золото не тратить и век выйти побыстрее. Будем играть мы через мушкетеров. Через пик, в принципе, можно, но... Как-то это бесперспективно. Ладно, все, мушкетеры пошли. Сейчас будем ставить тогда еще на железную шахту и... Академку надо поставить как-нибудь еще. Между делом будет бы неплохо. Ну и не совершать ошибок тех, которые я совершил в предыдущей игре, где играл за Нидерланды и просто взял и не прокачал еду. Это... Фатальная ошибка. Чуть не стоила... Нам победы. Так, распределяем, значит, по краям. Нашей территории мушкетеров. Надо найти срочно третью шахту. Четвертую шахту золотую. Вот, ну и пока мы их не нашли, давайте прокачивать золотые шахты уже имеющиеся. Все, академка построилась. Излучаем еду. Здорово. Все, теперь ждем. Так, смотри, косу-то я взял вообще? Да, косу в кузнице взял, это хорошо. Некоторые вещи все-таки на автомате делаются. Так, золото пошло. Все шахты поставлены, дальше улучшения. Сейчас глянем, что у нас там вообще с союзником. А союзник у нас играет за Саксонию. Слушайте, опять Саксония, опять союзник. Трига цены этот раз. Ну, хорошо. Это хорошо. Возможно, союзник сам сможет за себя постоять. Так, больше нужно тогда золота. Еще одну шахту прокачиваем. И последняя осталась на прокачку на самом юге. Даже тут до нее не дошли, ребята. Все нормально. Так, и давайте по темным местам тоже распределим. Барабанщиков что-то... Не знаю. Раньше барабанщиков все заказывали, чтобы разведывать территорию. Сейчас что-то лень совершенно это делать. И простыми солдатами разведываем. Так, стоп, вот так надо сделать. Я еще не хост, у меня подлагивает маленько. Хост у нас обычно красный. Я, кстати, играю за динозавра. А, не, подожди, за динозавра. Я за шакала, блин. Вот так вот. Динозавр-то как раз красный. Ну. Такая игра. 2.400. Все, прокачиваем еду. Не повторяем ошибок прошлого. Менесу надо резервную поставить сразу же. И последний ап. 3.600, наверное. Там еще милиация нужна будет, так что ничего страшного. Если лишнего поменяем. Ну и все, в принципе. Дальше мы, значит, захватываем шахту. У нас переход у Пруссии дорогой. Дорогой, тоже не дорогой. Пруссия же, по-моему, одна из тех наций, у которой дешевый 18 век. Почему он дорогой-то? Так. Или я ошибаюсь, слушайте. Возможно, я уже ошибаюсь. Все позабыл. Напишите в комментах. По-моему, Пруссия одна из наций, у которой дешевый переход. Пруссия и Дания, вроде бы так. Что-то типа того. Ладно, фиг с ним, это не важно. Это не важно, все равно нам придется в 18 век переходить. Будь он дорогой, будь он дешевый. Один черт. Конечно, нужно собор еще арт-депо построить. Так, и угля надо прикупить, да? Уголь нам нужен как раз для арт-депо. Там 1600, по-моему, 1400. Вот, 1400 накопилось. Нормально, 8 минут прошло. После перехода в 18 век мы, возможно, сразу же упоримся в конюшни. Пока не знаю, пока экспериментирую я, короче. Давно не играл, остается экспериментировать. Так, наемники идут к своей игре насчет наемников. Возможно, стоит... Как-нибудь типа ДИП поставить. Сеть пожарный. 4900. Да, давайте поставим. Лишним не будет. Ну и копим еду на переход. Да, после 10 минут, как ни крути. После 10 минут мы где-то будем брать 18 век. Что, в принципе, не так плохо. Важно, чтобы Союзик не прочухал это дело. Не побежал в атаку. Да, вот будет больно. Все, переход в 18 век у нас состоялся. Уже практически сразу же берем мешки. Это улучшенная экономика. Нет, не сразу мы берем мешки, потому что надо копить. Так, по поводу шахт. У меня еще одна где-то... Железная и угольная шахта затерялись. Да, вот они рядышком стоят. Уж рундаширов еще не так много. Так что, с охраной по временем. Так, 25 тысяч еды, да? Все, берем мешки. Что, у нас 11 минута? Ну вот, сейчас, если бы в 18 век мы не переходили, можно было бы поставить третью казарму и получить больше мушкетеров. Хорошо. Ну вот, минус в том, что через конюшни играть. Большой минус в том, что слишком долго конюшни будут делать со строицем. Очень долгий выход в конюшни. Они дорогие. Там еще подкову брать. В общем, много мороки очень с конями. Поэтому я через коней редко играю. Даже на 20 пт брезгую. Не их выходить. Ну, кто как. Вот две конюшни поставили. Можно, в принципе, подкову взять и начать уже строить гусар. Так, тут уголь 5200 на 4300. Подкова тоже дешевенькая у пруссии. Что, в принципе, немного располагает к выходу в гусар. Все, подкову берем. С двумя конюшни уже можно подкову брать. Была бы одна. Смысла бы особого не было. Все, отлично. Эта пора еще нет даже. Аж дерево побольше начат рубить. Десять тысяч. В принципе, еще одну конюшни успеем поставить. И дальше будем прокачивать. Но опять же минус в том, что мы стрелков нифига не прокачаем. По-моему, так это одни сплошные минусы. Выход в 18 век на 15 потем. Не знаю, как вы думаете, пишите в комментах. По мне, так одни минусы. Не более, союзник далеко не поможет в случае чего. Ну и правильно, должен сам справляться. Нефиг тут помогать. Ну и, к слову, мы же так союзника немного подставляем такой игрой. Так что, заранее прошу прощения нашего союзника. Писать мы ему ничего, конечно, не будем, чтобы он не переживал зря. Какие нервы. Такие вот лаги у нас с домиками. Ну и все, смотрите, у нас время мира кончилось. Ничего не прокачано. Печалька. Так, миллиардцию надо взять. Сделать вид, что у нас все хорошо. Хотел бы что-нибудь взять. Так, слушайте, а я рундашуев-то не поставил таки на охрану. Интересно, что шаг по направлению к врагу у нас вроде как нет. С этим повезло. Ну и все, пока что. Ладно, не будем высовывать нос. Сделаем парочку сечевиков и будем бегать наводить шорох. Тут уже есть кому наводить шорох. Без меня. Хотя бы одну скорострелить бы взять. Шесть тысяч. Как он вверх пойдет, интересно. Что-то наблюдаем, как у нас сельдник там сливается. Ну, в принципе, гусарами можем побежать. Пока лакетиво. Палаш бы взять, но палаш вот у Пруссии тоже очень дорогой. Это, в общем-то, балансирует более-менее нацию, потому что... Просто так палаш не взять. Так, сколько у меня гусар-53? В принципе, они должны быть сильнее, чем сечевые казаки. Наемные. Так, палаш стоит у нас десять тысяч по золоту. Можем вот так вот сделать, да? Все, пошли помогать. Нет. Сейчас ко мне уже придут, блин. Вот такие вот дела. Я не прокачал угольные шахты, поэтому угля у меня будет мало. И не успею я взять скорострельность. Судя по всему. Этих, ребята, можем перехватить. Должен наш братья, в принципе, справиться, я думаю. Да, справляется, вроде как. Так, берем скорострельность вторую. Фактеры у нас прокачаны. Рад приближается к нашей базе. Так вот, мы помогли таким образом. Все, возвращаемся. Возвращаемся. Если что, наш противник пойдет через домики. Мы его попробуем немножечко подровнять. Его ряды. Так, хорошо, нет. Он не идет через домики. Фэнкс, блин, толку мне от твоего фэнкс? Сейчас снесут нахрен. Ну, у меня, в принципе, есть с кем забегать в стан врага. Что? Все, давайте. Фигачим. Пошла, пошла заруба. Решающая битва. Сейчас, если меня снесут, то все, конец. Никакое море просто. Море гусар. Блин. Сейчас посмотрим, выживут ли они. Выживут или помрут. Попадут смертью храбрых. Ну, так справляемся. Отлично. И союзик наш прошел, продвинулся к базе врага. Отлично. Слушайте, я прям не ожидал. Я думал, сольемся к чертям. Ну. Руки-то помнят. Да, правда, я много очень гусар потерял. За отсыствие их прокачки хорошей, ну. Нормально, нормально. Переживем. Я, кстати, тут захватил этот ДЦ. У него. Отлично, всех мы убили. Просто всех перебили к чертям. Хорошо. Победа. Они просто взяли и сдались. Это жесть. Это полная жесть. Вот такая тактика выхода в черный гусар на 15 БТ за Бруссию. Пишите свои впечатления в комментариях. Ну, а с вами был Антик. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Если вы ждете продолжения по казакам. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok